Нижний Новгород стоит на двух реках, Волге и Оке. Место их слияния лучше всего наблюдать с Верхневолжской набережной, возле памятника великому летчику-испытателю, который стал легендой при жизни. Его именем называются теперь улицы во множестве городов. В России сложно найти город, где нет улицы Чкавова. В Google Maps вы без труда найдете Чкавов Драйв даже в американском Ванкувере, что, впрочем, не будет для вас столь удивительным ближе к концу этого выпуска. Памятники Чкавову вы тоже сможете найти в разных уголках России, но самые величественные из них в Нижнем Новгороде. Дело не только в том, что этот памятник открылся первым, через два года после рокового полета Чкавова. Отметим пока тот факт, что умер он, сидя в кресле пилота. И не только в том, что памятник этот сделал его друг, скульптор Исаак Абрамович Менделевич, который хорошо его знал и, скорее всего, начал попытки запечатлеть его еще при жизни. Наверное, самое важное это то, что Нижегородская область была родной для легендарного летчика. Даже когда он успел побывать во многих местах в СССР и за границей, имел квартиру в Москве возле станции метро, названной его именем, его все равно тянуло на малую родину. Даже когда путь героя довольно предсказуемо привел его к назначению на должность депутата от Горьковской области. Напомню, именно так называлась Нижегородская область до 1990 года. Памятник в Нижнем Новгороде интересен еще и тем, что место для него невольно выбрал сам Валерий Павлович. Как-то раз Чкалов и Менделевич прогуливались по городу. И Валерий Павлович сказал, что вот здесь было бы очень хорошо появиться памятнику Максиму Горькому. Так и предполагалось. Но трагическая гибель Чкалова изменила планы. Но почему мы говорим о Валерии Павловиче и Чкалове с таким обожанием и благоговением? Ну, как минимум из-за красивой даты. В этом году исполнилось 120 лет со дня его рождения. А еще потому, что это человек, который на многие годы вперед поднял престиж профессии летчика на такую высоту, что обогнал его в этом только Гагарин. Простите за него в Кикавамбур. О фактических заслугах, о подвигах и достижениях мы поговорим, рассказывая биографию Чкалова. Но еще важно сказать, что это был невероятно обаятельный человек, который, не будь он летчиком, мог бы стать лицом любой другой профессии и заставить полюбить ее. Он умел говорить и любил это. Возможно, сказывал с аналог игры в самодеятельном театре. В общем, человек был талантлив не только как летчик, но и как медийное лицо. Давайте разбираться, почему многие буквально выросли сознанием о том, что Чкалов — это самый крутой летчик. Если говорить максимально коротко, языком фактов и документов, в 1936 и в 1937 годах экипаж из Чкалова, Байдукова и Белякова совершил два легендарных перелета. Они проходили в течение нескольких дней, безо всяких посадок. Первый перелет составил почти 9,5 тысяч километров. Самолет вылетел из Москвы и приземлился на острове Уд в Охотском море. Это был перелет исключительной важности. Его одного бы хватило для того, чтобы Чкалову можно было бы больше не пытаться прыгнуть выше головы. Но меньше чем через год тот же экипаж совершил перелет из Москвы в Ванкувер, впечатлив на этот раз не только Сталина, но и добрую половину мира. И с 2024 года может показаться, что это не то, чтобы что-то сверхъестественное. Но на самом деле, в условиях ужасной видимости, обледенения, ветров, не самых развитых технологий предсказания погоды, а также просто самолетов, которым сильно далеко до любого из современных, это было что-то невозможное. К слову, по мемуарам Байдукова, самым надежным прибором, позволяющим определить местонахождение в одном из этих перелетов, был так называемый СУК, что вроде как должно расшифровываться как система указания курса. Но по сути это и был СУК, а точнее Штырь, тень от которого и позволяла выбирать направление полета. Экстремальные перелеты сделали Чкалова легендарным. Как ты правильно уже сказал, одного этого факта было бы достаточно, чтобы считать Валерия Павловича исключительно. Но ценили Чкалова и за другие заслуги. В первую очередь, он же все-таки был летчиком-испытателем. Через него прошло больше 70 типов самолетов, истребителей, бомбардировщиков, даже самолета-авиаматка. Это такой огромный самолет, который нес на себе самолеты поменьше. Короче говоря, на чем только Чкалов не летал. Чуть ли не вся действующая и перспективная авиация СССР. Удивительно при этом, что за пару лет до рождения Чкалова никаких летающих самолетов и вовсе не существовало. То, что в СССР появились военная и гражданская авиация, в большой степени его заслуга. В небе Валерий Павлович творил настоящие чудеса. Не только оттачивал существующие фигуры высшего пилотажа, но и разрабатывал собственные. Некоторые до сих пор повторяют с большим трудом. Советские летчики перенимали опыт Чкалова, развивали его. И это серьезно помогло им в боях с Люфтваффе, германской боевой авиацией времен Великой Отечественной войны. Хотя сам Валерий Павлович в воздушных боях не участвовал. Не потому, что не хотел. Наоборот, он горел желанием, но его не пускали. Знаешь, он никогда не сидел на месте и, совершив один подвиг, тут же стремился взяться за следующий. После двух легендарных перелетов он не только рвался в бой, но еще и предлагал махнуть вокруг шарика. Так что прямое и косвенное влияние Чкалова на нашу историю, на советскую авиацию, огромно. Ну а теперь давайте начнем все сначала. Родился будущий герой авиации в 1904 году в поселке Василево, неизвестном на тот момент абсолютно ничем. Когда-то его отец жил в Нижнем Новгороде, но его уговорили переехать в Василево и поработать на заводе по ремонту речных судов. Судя по дому, который он построил и в котором родился наш герой, дела у его отца шли неплохо. Он даже умудрился купить в рассрочку пароход под восстановление. В шесть лет у Валерия умерла мать, и его воспитанием занималась сначала сестра, а затем вторая жена отца. Судя по письмам, которые он писал им, у них сложились теплые, настоящие семейные отношения. Детство Чкалова выпало на сложные времена. В 1911 году он поступает в сельскую школу, где оканчивая четыре класса. Затем поступает в техническое училище, на судомеханическое отделение, явно намереваясь пойти по стопам отца. Что было в принципе закономерно. Жизнь семьи Чкаловых была связана с Волгой. Прадед и дед Валерия Павлович были бурлаками. Отец, как ты уже говорил, ремонтировал пароходы. Так что поначалу иных для себя перспектив Валерий Павлович, скорее всего, не видел. И уже готовился продолжать семейное дело. Техническое училище располагалось в Череповце, достаточно далеко от Нижнего Новгорода. А Чкалову при поступлении по нынешним меркам было всего ничего. 12 лет. Мачеха беспокоилась за него, а отец сказал, крепкий у нас парень справится. Отец, кажется, всегда был уверен в том, что его сын сможет всего добиться. Некоторые могут задаться вопросом, а почему в Череповец? Неужели поближе училищ не было? Череповецкое в своей категории считалось лучшим. Туда съезжались со всех концов страны. Видимо, отец Чкалова хотел, чтобы мальчик получил хорошее образование и выбился в люте. Однако училище закрывается. Интересно, почему, спросите вы? Да потому, что на дворе 1918 год. В таких условиях даже интересно, как оно продержалось до этого времени. Юному Валерию пришлось поступить, работать кочегаром и бросать уголь в топку парохода. Но это продолжалось недолго, и в том же году он поступил в 4-й Канавинский авиационный парк в Нижнем Новгороде. Традиционно во всех советских биографиях Чкалова к этому моменту нужно было сказать, что как-то раз, орудуя лопаты на пароходе, Валерий увидел в небе самолет и пообещал себе, что обязательно скоро будет летать. Было это или нет, мы, конечно же, не знаем. Знаем, что в 1919 году шла Гражданская война. Войска Белого движения и Красная армия имели в своем составе авиационные соединения, в которые входили остатки Императорского военно-воздушного флота, ну и трофейные самолеты. Для записи этого выпуска мы поговорили с правнуком Валерия Павловича, Игорем Валерьевичем Чакововым. На начало именно советской истории как таковой авиации в нашей стране нет, потому что все достижения авиации, они приходили все-таки на императорскую Россию. А на начало века Советского Союза, но уже после революции, как таковой авиации в нашей стране не было, и фактически мы, на самом деле, изучая историю, можем увидеть очень интересный промежуток времени в нашей стране, где в очень короткий промежуток времени, а именно с 1921 по 1932 год, это очень отчетливо видно на примере Валерия Павловича, когда в 1921 году в нашей стране не было ни самолетов, ни военной формы. Если обратить внимание на фотографии советских летчиков, то мы можем увидеть, что это Нюперы, Фарманы, и вплоть до того, что на наших летчиках немецкая форма. Естественно, без опознавательных знаков, но все-таки это немецкая форма. Разумеется, при таком состоянии дел основная задача, которую нужно было решать военно-воздушным силам, это ремонт подбитых самолетов. Одно из мест, на котором решалась такая задача, это четвертый авиационный парк, располагавшийся в городе Канавино. В наши дни это часть Нижнего Новгорода, которая превратилась в Канавинский район. Он, расположенный в заречной части. Привел Чкалова в авиационный парк его сосед Владимир Фролищев. И для молодого человека, имеющего опыт только в обращении с топками пароходов, да и то небольшой, это было чем-то космическим. Можно сказать, что Фролищев не просто привел Валерия Павловича, он его вдохновил. Заразил идеей о небе и самолетах. Чкалов вообще был очень любознательным. Во время службы на пароходе он вблизи увидел паровую машину. И так и заинтересовался, что постоянно расспрашивал престарелого механика, «А как вот эта штука работает? А почему?» А механик только и отмахивался. «Да отстань ты уже от меня, не морочь мне голову». Тот уже и капитану жаловался и ругал. А Чкалов продолжал донимать вопросами. И кто знает, как сложилась бы судьба Чкалова, если бы он продолжал интересоваться пароходами. Да, в те времена авиации было немного, но Валерий Павлович жил аккурат в тех местах, где ее активно применяли, что красные, что белые. Так что все-таки он мог видеть самолет даже вблизи. В конце концов, он сам об этом пишет. Конечно, всегда есть соблазн критически смотреть на мемуары, но Чкалову почему-то хочется верить. Это все-таки не такой факт, чтобы его преувеличивать. Самое главное, Чкалову удачно попался Фролищев, который бодро рассказывал о своей работе, о самолетах. И, видимо, тогда Валерий Павлович окончательно понял, ну, как бы, какие пароходы, небо, вот куда надо стремиться. Так что Владимир Фролищев сыграл в судьбе своего соседа едва ли нерешающую роль. Можно сказать, дал путевку в жизнь. Два года проработал Валерий Павлович слесарем, ремонтируя самолеты. А спустя два года, когда ему было 17,5 лет, его направили в Егорьевск, в авиашколу. В некоторых источниках пишут, что Чкалов сам настойчиво просился научиться летать. Мы не знаем, так это или нет. Скорее всего, так. Однако известно, что в авиационный парк пришла разнарядка на четырех человек с просьбой отправить их в Егорьевскую летную школу. Она давала только теоретические знания. Но путь пилота, вообще-то, и должен начинаться с этого. Итак, мы видим, что пилотирование к этому моменту перестает быть уделом отдельных энтузиастов. На пилота стало можно выучиться. Когда Чкалов поступил в эту летную школу, которая теперь носит его имя, ей было всего три года. Забегая вперед, все летные школы и училища, в которых Чкалов обучался, сегодня названы его именем. Обучение в Егорьевске было, мягко скажем, ускоренным. Менее чем за два года нужно было сдать более чем 30 экзаменов. Система оценок была бы несколько непривычна нам. Максимальное количество баллов составляло 12. Чкалов ни по одному из предметов не опускался ниже 10 баллов. Даже по-гуманитарному. О характере нашего героя можно судить по одному из эпизодов жизни курсантов. По команде «Становись» нужно было успеть одеться за несколько секунд и встать в строй, как и в любом заведении казарменного типа. Валерий с друзьями пытались ставить рекорды, кто дольше всех успеет пролежать в кровати, пока остальные уже стоят в строю, но при этом успеет встать в строй вовремя и не получит замечания от старшины. Разумеется, это было рискованным делом, и юный Чкалов периодически получал наряды вне очереди. Я бы больше удивился тому, если бы курсанты в учебке не занимались подобными соревнованиями. Все-таки мы говорим о людях достаточно молодых. Кровь кипит, скучно, надо себя чем-нибудь занять, пощекотать нервы. А Чкалов это дело с детства любил. Сам он, кстати, писал, что мог подолгу нырять под плоты на Волге или уцепиться за руль баржи на полном ходу. Азарта у него хватило бы на десятерых, если не больше. Первый набор новой авиационной школы летчиков в городе Борисоглебске включал в себя 47 будущих пилотов или, как их тогда называли, учлетов. Среди них был и Чкалов. Из них на основании оценок Егоревской школы выбрали 10 человек, которые будут обучаться на настоящих самолетах. Обучение начиналось с рулежки, и только спустя некоторое время учлету дозволялось поднять самолет в воздух. Впервые Чкалов летал на легких самолетах модели «Фарман-20», произведенных во Франции. Это полутораплан, то есть самолет с двумя крыльями, расположенный одно над другим, причем нижнее намного меньше верхнего. Он настолько легкий, что вообще удивительно, как такой самолет может приземлиться на земную твердь и остаться целым. Кроме Фарманов, школа располагала также, пусть более серьезным на вид, но все равно, по сути, деревянным английским «Авру-504», который использовался в качестве бомбардировщика и разведчика. Причем даже из таких самолетов, мало-мальски освоившись, Чкалов старался выжимать все, что только можно, чем сперва повергал в состояние шока инструкторов. И еще надо поглядеть, за что они боялись больше, за луч лета, или за то, что он вдребезги разобьет один из их самолетов, которых и так как бы мало. А может, за все сразу, потому что и то, и другое ценно для молодого государства. Инструкторы свыклись с тем, что Чкалов немного чудит. Тем более, что молодой летчик, казалось бы, знал меру. Но тут подтянулись другие учлеты, которые, глядя на Чкалова, тоже начали выполнять фигуры высшего пилотажа, вплоть до мертвых петель. Проделки Чкалова были заразительны. Но они же, получается, двигали отечественную летную школу вперед. Один из бывших инструкторов Борисоглебской школы отзывался от Чкалова вот так. От остальных учлетов Валерий Чкалов отличался еще и сильным характером. Мне приходилось бывать с ним в воздухе. Сидишь иной раз в учебном самолете на инструкторском месте и чувствуешь, как этот малец, не налетавший еще и десятка часов, заставляет машину подчиниться своей воле, властвует над ней. К вмешательству инструктора в управление самолетом в полете он был необычайно щепетилен. Сделав посадку, торопился выяснить, чем было вызвано то или иное замечание педагога. Может показаться, что это написано постфактум, когда плохо сказать о Чкалове уже не позволяла его слава. Однако, во-первых, история сохранила память о его проделках более дерзких, чем рекорды по лежанию в кровати, перед тем, как стать в строй курсантов. А во-вторых, при выпуске из этой уже по-настоящему летной школы Чкалову дали такую характеристику. Чкалов является пример осмысленного и внимательного летчика, который при прохождении летной программы был осмотрительным, дисциплинирован. Чкалов с первых полетов обращает на себя внимание высокой успеваемостью по полетной программе, уверенностью движений, спокойствием во время полетов и осмотрительностью. Он быстро соображает и действует с энергией и решительностью, раскрывает причины своих ошибок и удачно их исправляет. Хорошо чувствует самолет и скорость полета. Полагаю, что ему более всего подходит быть военным летчиком. Оказавшись в числе лучших учеников первого выпуска, Чкалов попадает в числе десяти таких же, как он, в московскую школу высшего пивотажа. Здесь были самолеты посерьезнее, истребители Мартинсайт и Фоккер, английского и немецкого производства, соответственно. Освоив полеты на истребителях, Чкалов начинает понемногу хулиганить. Иногда, читая статьи о Чкалове, думаешь о том, как же ему легко удавались полеты, фигуры высшего пивотажа. Чего стоит только описание случая в Борисоглебской школе, когда очевидцам полета Чкалова показалось, что самолет вот-вот вследствие крутого правого штопора, когда правое крыло неестественно повернулось к земле, вот-вот прям сейчас рухнет, и летчик не успеет спасти его и спастись сам. Однако самолет, еле-еле не дойдя до земли, выправился, продолжил полет, но ровно для того, чтобы опять заставить затая дыхание следить за тем, как он выберется из похожего на уже левого штопора. На самом деле, конечно, все эти чудеса были следствием тщательной работы, но и природных особенностей нельзя списывать со счетов. Вообще, кажется, не каждый способен стать летчиком. Нужны быстрая реакция, способность принимать решения на ходу, действовать в внештатных ситуациях, не теряя самообладания. И, наверное, самое главное — это здоровье. Например, меня бы с моим зрением не взяли бы в летчики. Плюс постоянные перегрузки на больших высотах. Не каждый способен такое выдержать. Разумеется, способностей и талантов у зарождающейся легенды авиации было в достатке. Не удивительно, что после окончания московской школы летного пивотажа Чкавова отправили совершенствоваться дальше, на сей раз в Серпухов, высшую авиационную школу стрельбы, бомбометания и воздушного боя. Как ее называли тогда — стрельбом. Получается, через сколько летных школ прошел в общей сложности, Валерий Павлович? Через четыре. Будущий маршал авиации Астахов, изучив летное дело учлета Чкавова, увидел в нем три слова — «Увлекается в полете». Наверное, лучшей характеристики было и не придумать. После небольшой беседы с вновь прибывшим учеником, Астахов отправил его в группу Громова, которая ставила нам вот такое воспоминание. Моя группа считалась передовой. Когда в Серпуховскую школу прибыл Валерий Чкавов, его прикрепили к моей группе, и я проводил с ним занятия по воздушному бою и стрельбе по мишеням. Чкавов летал напористо, храбро, но бесшабашно и несколько грубовато. Таков был у него характер, и сработаться с ним было не так легко. По воспоминаниям других учлётов, Чкавов при имитации воздушного боя до последнего не сходил с курса, как будто проверяя на прочность тех, кого ставили ему в пару. Здесь Чкавов приобрёл навыки военного лётчика и выпустился уже полностью готовым пилотом весной 1924 года с характеристикой. Дисциплинированность удовлетворительная, исполнителен, но может быть использован как хороший лётчик в строевых частях. Приведу один из поводов для такой двусмысленной характеристики. В случае, если во время полёта мотор самолёта глох, то курсант обязан был заходить на посадку, что тоже не всегда было просто, если самолёт во время этого выделал фигуры высшего пивотажа. Так вот, как-то раз Чкавов намеренно задерживал машину в самой важной точке, почти на выходе из фигуры, так что казалось, самолёт зависает в воздухе. Двигатель зачастую не справлялся и начинал глохнуть. После этого Чкавов начинал ловить винтом воздух так, чтобы завести мотор, ну, практически с толкача. Налицо нарушение дисциплины, но это же ещё путь к спасению пивота, способ оживить заглохший мотор, способ продлить полёт, который может быть и боевым заданием. И вот Валерий Чкавов, он в очень многих местах биографии вот как раз такой. Уже будучи в Ленинграде, в эскадриле имени легендарного Нестерова, который вошёл в историю как практически изобретатель мёртвой петли. Который, к слову, тоже из Нижнего Новгорода, а памятник ему стоит неподалёку от памятника Чкалова, на той же самой Верхневолжской набережной. Так вот, Чкавов неоднократно позволял себе вытворять такие вещи, что если бы самолёт был живым существом, то за него действительно стоило бы переживать. В общем-то, авиамеханики, командование и снабжение неоднократно напоминали о себе нашему герою и просили, даже требовали быть аккуратнее. Но сам Чкавов не мог не знать о том, на что хватит ресурса машины, которую он каждый раз поднимал в небо. Комментирует правнук Валерия Павловича, Игорь Валерьевич Чкавов. В отличие от многих лётчиков, он ещё обладал очень неплохой технической базой, потому что он на самом деле начал свою карьеру в качестве помощника слесаря-сборщика в 4-м канавицком авиаполку. К этому периоду его жизни относятся несколько легендарных споров, которые никогда не утихнут. Они сводятся к следующим двум предложениям. Первое. Пролетал под Троицким мостом или нет? И второе. Сделал за 40 минут 250 мёртвых петель? Или не сделал? Пролет под мостом, конечно, самый важный спор. На самом деле, пролет под мостом — это вещь выполнимая и повторимая. Первый такой трюк был проделан ещё в 1912 году под Варшавой. Пилот пролетел под мостом через реку Висла. В 1916 году русский пилот Георгий Фриде первый раз пролетел под тем самым Троицким мостом. В этом же году Алексей Евграфович Грузинов пролетел под множеством мостов на Неве подряд. Но тут надо учесть, что это были гидропланы. А во втором случае самолёт вообще сел на воду после этих пролетов. А в чём же тогда спор на счёт Чкалова, если такие пролёты, в принципе, возможны? Слово Игорю Валерьевичу Чкалову. С одной стороны, нет ни одного факта, указывающего, что этого не было. И в то же время нет ни одного факта, указывающего на то, что это действительно произошло. Но есть такая книжка, называется «Наш Чкалов». Она вышла сразу после гибели Валерия Павловича. Это книга воспоминаний современников. В том числе там есть воспоминания коллег Валерия Павловича как раз ориентировочно 25-го года, как проезжая по Троицкому мосту на трамвае. Там ходил трамвай. Валерий Павлович всё время сходил из трамвая и, собственно говоря, смотрел на пролёт. Есть очень интересный комментарий. Он также находится в статьях и в книжках. Это комментарии Ольги Еразмовны. Это супруга Валерия Павловича, которая на самом деле никогда прямо не сказала, был ли всё-таки этот пролёт или нет. Но в некоторых документах всё-таки есть намёк на то, что действительно этот пролёт был. Но хочется обратить внимание, на самом деле в тот промежуток времени пролёт под мостом считался, скажем так, эталоном высококлассности лётчика. И при этом это было категорически запрещено. За это выгоняли из рядов Красной Армии и просто людей лишали возможности летать. Но если мы обратимся к истории, в той или иной мере практически каждый выдающийся лётчик где-то пролетал под мостом. Ну и также есть достоверно известный факт, связанный с Валерием Павловичем. Это в ходе перегона самолёта в районе Брянска была совершена аварийная посадка, где Валерий Павлович совершил аварийную посадку на железнодорожной пути под железнодорожный мост. И для сравнения просто высота Троицкого моста и высота стандартного железнодорожного моста это приблизительно разница в три раза. Поэтому можно предположить, что на самом деле нет ни одного факта, собственно говоря, указывающего на то, что этого не было. И в то же время нет ни одного факта, указывающего на то, что это было. А легенда, на самом деле, пошла из фильма Михаила Колотозова 41-го года. Это единственного художественного фильма, собственно говоря, про Валерия Павловича на текущий момент времени, где действительно был проделан данный трюк. Но там тоже спорят насчёт того, не монтаж ли это, потому что вроде бы как по воспоминаниям этот пролет был сделан на гидроплане, а в фильме мы видим полутороплан. Да, действительно, это так и есть. Сейчас мы бы сказали, что это монтаж. На самом деле сейчас вообще очень интересно смотреть на этот фильм. Это фильм 41-го года. И в отношении текущих технологий создания кино он выглядит немножко даже забавным, но в то же время достаточно интересным. Потому что он на самом деле создавался, когда ещё были живы, ещё, в общем-то, активно работали современники Валерия Павловича. Михаил Клатузов был знаком с Валерием Павловичем. Поэтому в кино, да, эта история была немножко романтизирована, но если вдаваться в подробности, Валерий Павлович в 25-м году попадает снова на гауптвахту в третий раз. По достаточно серьёзным причинам, но конкретные причины, почему он выносит такой приговор, они не указаны в документах. И из этого можно предположить, что действительно такая ситуация была. В самом начале службы в Нестеровской эскадрилье Чикавова исключили из Комсомова за те самые полёты на запредельных скоростях и следы перегрузок, которые появлялись на корпусах самолётов, как, например, трещины или даже разрывы скоб, которыми крылья соединялись между собой в коробку. Удивительно, но при этом Чикавов умудрился каждый раз посадить самолёт вовремя, не доводя полёт до аварии. 16 ноября 1925 года военный трибунал в распоряжении эскадрильи вынес следующее решение. 7 ноября этого же года Валерий Павлович Чикавов, состояв в должности военлёта первой эскадрильи и будучи обязанным явиться на аэродром для совершения учебного группового полёта к трём часам дня, явился к указанному времени в совершенно пьяном состоянии, вследствие чего не только не мог лететь, но и вообще вёл себя недопустимо, кричал, шумел и так далее, чем и обращал на себя внимание присутствовавших на аэродроме. Будучи арестованным, а затем отправленным на автомобили с лётчиками Благиным и Богдановым домой, Чикавов в пути был очень недоволен, что его отправили с аэродрома и не дали ему полететь на аппарате, громко выражая своё неудовольствие криками и жестикуляцией. А при встрече у знакомых у остановки трамвая афишировано с ними раскланивался, сопровождая своё приветствие также криками и жестикуляцией, чем обращал на себя внимание проходящих лиц. Означенными действиями Чикавов дискредитировал авторитет и звание командира бойца Красной Армии, то есть совершил преступление, а поэтому выездная комиссия ВТ ЛВО приговорила гражданина Чикавова Валерия Павловича к лишению свободы со строгой изоляцией на один год, не поражая в правах. Принимая во внимание первую судимость Чикавова, добровольную службу в Красной Армии, молодость и пролетарское происхождение, снять строгую изоляцию и срок лишения свободы Чикавову понизить до шести месяцев. Отбывать наказание его отправили только через четыре месяца, в марте. Почему, непонятно. Также непонятно, почему в июне его освободили. Есть предположение, что это было сделано по инициативе его наставника, Михаила Громова, который выделял Чикавова из остальных учлетов еще в Серпуховском училище. Но никакого официального подтверждения этому нет. После освобождения Чикавов был снова возвращен в ту же часть, которая переместилась в Гатчину, и вел себя какое-то время более сдержанно, и даже был отмечен за блестящее летное мастерство в приказе Ворошилова, наркома по морским и военным делам. Через какое-то время его перевели в Брянск, другую эскадрилью, с повышением, хотя, возможно, от него так хотели избавиться. На новое место службы Чикавов прибыл в марте 1928 года, а уже в июле случится два ЧП, которые лягут в основу нового разбирательства в военном трибунале. Чикавов 28 июля 1928 года вылетел с Гомельского аэродрома на соревновательный фигурный полет. При посадке, после выполнения задания, Чикавов не проявил достаточной внимательности и, не имея никакого запаса как по высоте, так и по расстоянию, для такой невнимательности и излишней самоуверенности не дал газ и не перетянул овраг полностью на границе аэродрома, почему самолет коснулся при приземлении посадочной площадки, в то время как хвост его находился в овраге. Ударившийся край оврага хвост оторвался, вследствие чего была порча самолета, потребовавшая малого заводского ремонта. 15 августа 1928 года эскадрильи поставили задачу на перелет из Гомеля в Брянск. Находясь на высоте меньше, чем самолет ведущего, и вследствие проявленной халатности, выразившейся в невнимательности к местным предметам на пути полета, вследствие чего самолет Чикавова врезался в телеграфные провода железной линии и потерпел аварию, выведя из строя самолет, который признан технической комиссией к дальнейшей эксплуатации негодным. А тут мы дадим слово самому нашему герою, который умел хорошо писать и говорить. Прошу о пересмотре этого дела или хотя бы, так как наличие моей вины безусловно имеется, об осуждении условно. Главное заключается в разном понимании характера подготовки летчика-истребителя. На мой взгляд, тенденция, имеющаяся в армии, к максимальной осторожности в полетах, неверна, в особенности в истребительной авиации. Летчик-истребитель должен быть, на мой взгляд, смелым, с безусловным отсутствием боязни и осторожности в полетах. В противном случае, в воздушном бою с противником, летчик, привыкший о машине, чем о противнике, в результате чего будет, безусловно, сбит противником. Я прекрасно понимаю нашу бедность и поэтому необходимость сохранения материальной части, но в то же время не допускаю мысли о необходимости за счет сохранения ее ухудшать боевую подготовку, учитывая и то обстоятельство, что будущая борьба противника будет неравной с точки зрения разности качеств самолетов, а эта точка зрения квалифицируется командованием хулиганством, недисциплинированностью. Лир Палыч же прославился как воздушный хулиган, а на самом деле он прославился как воздушный хулиган, именно исполняя фигуры высшего палатажа на сверхмалой высоте, что считалось, во-первых, неприемлемым, опасным, никому не нужным. И именно Валерий Палыч доказал о том, что данные техники ведения боя, они могут стать преимуществом. Как бы это грустно не было, но он был прав. Потому что дело в том, что на начало Великой Отечественной войны, к сожалению, советская авиационная техника по тактико-техническим характеристикам, она сильно не дотягивала до немецкой. Единственная возможность, которая позволяла все-таки советским летчикам удерживать позиции, совершать налеты успешно, это было именно применение техник воздушного боя на сверхмалых высотах. Чкавова приговорили сроком на один год с отбыванием наказания в исправительном доме. Фактически, он отбыл 19 дней из этого срока и был освобожден, судя по всему, благодаря вмешательству начальника ВВС Петра Баранова, который вынужден был ходатайствовать об освобождении Чкавова тогдашнему формальному главе государства Михаилу Калинину. Ну, разумеется, при фактическом руководстве Сталина. Ну, и перед самым звездным часом Чкавова я еще немного сгущу краски, раз уж мы говорим о хулиганстве и о том, что дисциплина, по мнению Чкавова, не самая главная. В 1930 году Чкавова приняли на работу в НИИ ВВС как летчика-испытателя. За два года он выполнил более 800 полетов, освоив 30 разных типов самолетов. Он участвовал в испытаниях, где тяжелый бомбардировщик Матка нес на своих крыльях до пяти истребителей, чтобы потом выпустить их в полете. Но после нескольких нарушений дисциплины его снова уволили из Красной Армии. В аттестации написали «Наряду с хорошими летными качествами в политико-моральном отношении является крайне неустойчивым и по своей социальной идеологической сущности с чуждым человеком. Дисциплину Красной Армии не переваривает внутренне разболтанный и разложившийся командир». А теперь, после этих сомнительных характеристик и даже вопреки им, мы снова будем вынуждены говорить о Чкавове с восхищением, потому что мы переходим к его опус магнум, где во всей его жизни. Дальние перелеты в те годы штука действительно опасная, смертельно опасная, даже для очень опытных пилотов, особенно если они еще проводятся, эти полеты, в суперэкстремальных условиях Арктики. Есть пример знаменитого американского авиатора Уайли Поста, современника Чкалова. В 1931 году он планировал на гидросамолете лететь из Аляски до Москвы. У Поста за плечами имелось уже два кругосветных полета, так что опыта ему было не занимать. Погода была отвратительной, и это, заметьте, еще не Северный полюс, через который летела команда Чкалова. Пост сбился с курса, сделал вынужденное приводнение, чтобы узнать свое местоположение. Узнал, попытался взлететь, набрал высоту, и все, мотор отказал. Самолет упал в воду, и Пост не выжил. Но такие трагические истории на заре авиации не редкость. Но они мало кого останавливали. То было время энтузиастов, исследователей, которые хотели покорять небо. В 1933 году французские летчики Поль Кодос и Моррис Росси совершили беспосадочный перелет из Нью-Йорка до авиабазы Раяк на границе Сирии и Ливана. Длина маршрута почти 9105 километров по прямой. Французам удалось сделать то, о чем в начале 30-х мечтали многие авиаторы. Установить рекорд дальности. На самом деле, о рекордах дальности мечтали не только отдельные авиаторы, но и целые страны. Среди них, естественно, и Советский Союз. Конструктору Андрею Туполеву поручили разработать самолет, способный летать на очень большие расстояния. Так родился проект Ант-25, или, как его еще называли, РД. Расшифровывается либо как рекорд дальности, либо как разведчик дальний. Впервые возможности этого самолета испытали в 1934 году. Экипаж под руководством Михаила Громова совершил полет по замкнутому маршруту. Москва, Рязань, Харьков, Москва. Полет был успешным, рекорд установлен, но не был оформлен официально. Первая версия, почему так произошло, довольно прозаичная. СССР не входил в те времена в Международную авиационную федерацию, которая эти рекорды и регистрировала. Вторая часто встречается на просторах интернета, но больше похожа на городскую легенду. Нарком обороны Ворошилов распорядился засекретить рекорд. Не хотел, чтобы этот рекорд побили американцы. И СССР вновь пришлось бы доказывать свою крутизну миру. В первую версию, естественно, верится больше. Но в любом случае, после перелета стало ясно, что Ант-25 способен показать хороший результат. И этим надо пользоваться. Самолет начали готовить к новым рекордам, уже на максимальную дальность. Маршруты прорабатывались разные. Остановились на перелете в Америку через Северный полюс. Идея принадлежала советскому летчику Сигизмунду Ливаневскому. Руководство СССР посчитало его идеальным кандидатом. Полярный летчик, герой СССР. К тому же он спас американского авиатора Джеймса Маттерна, который совершил аварийную посадку в Анадыре. В США Ливаневского знали. Михаила Громова в расчет брать не стали. Он слег с болезнью. В августе 1935 года Ант-25 с экипажем в составе Сигизмунда Ливаневского, Георгия Байдукова и Виктора Левченко стартовал из Москвы в сторону Северного полюса. Через 10 часов полета самолет развернулся. Полет так и не состоялся. О причинах отмены полета пишут разные. И в нашем рассказе это, наверное, не столь важно. Важно то, что Ливаневский обругал конструкцию Ант-25. В полете невозможно пролететь через Северный полюс и что Андрей Туполев вообще вредитель. Ситуация обострялась еще и тем, что полет Ливаневского был сильно распяян, как бы сказали сегодня. Все готовились к успеху, даже почтовую марку сделали. И тут на тебе фиаско. Сталин был недоволен. Ему-то докладывали о том, как все кладко должно пройти. Долгое время вождь народов не хотел слышать о новых дальних перелетах. И кто его знает, как все получилось бы, если бы не Георгий Байдуков. Он-то от идеи полететь через Северный полюс не отказывался. Наоборот, загорелся ей еще больше. Тем более, что Ант-25 начали дорабатывать. Но тут встал вопрос, как убедить руководство страны и лично товарища Сталина в целесообразности полета. И Байдукову пришла в голову мысль прилечь к своей психологической операции Валерия Павловича Чкалова. Причем Валерий Павлович поначалу отказывался. Он, дескать, летчик-истребитель, тяжелые машины, каким относился Ант-25, не по его натуре, как в принципе и дальние перелеты. Но потом все-таки согласился. Правда, с идеей трансарктического перелета решили повременить. Сначала на Дальний Восток. Полет начался 20 июля 1936 года. Экипаж достиг Петропавловска-Камчатского, но, как показалось летчикам, топлива в самолете еще было достаточно для того, чтобы продолжать. Самолет повернули на запад, в сторону материка. Хотели дотянуть, но у них не получилось. Над Охотским морем погода резко ухудшилась и решено было приземляться. Самолет смог вырулить на песчаную косу острова Ут. Для СССР свершившийся полет стал событием национального масштаба. Он показал, что, во-первых, в Союзе могут делать надежную авиатехнику, на которой можно ставить рекорды. Во-вторых, выросло целое поколение талантливых и волевых летчиков, способных эти рекорды ставить. Для активно строящейся страны, а в это время происходила индустриализация, это времена первых пятилеток, все это было чрезвычайно важно. Пилоты стали народными героями, а фамилия Чкалова чуть ли не нарицательной наравне со Стахановым. В Москве встречать экипаж прибыла правительственная делегация во главе со Сталином. Летчикам присвоили звание Героев Советского Союза. Следующий легендарный полет начался 18 июня 1937 года. Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков отправились в путь с Щелковского аэродрома. Полет длился 63 часа. Мог бы и дольше, и дальше, но подвели обстоятельства. Несколько раз самолету грозило обледенение. Спасались от него по-разному. Изменяли высоту полета, отклонялись от курса. В дело даже пошел чай из термоса, в котором отогревали за индивилую технику. Температура в кабине опускалась ниже нуля, на больших высотах не хватало кислорода. У Валерия Чкалова от перегрузок из носа пошла кровь. Планировалось, что Ант-25 сможет долететь до Сан-Франциско. Не получилось. Отвратительная погода, усталость от полета, но самое главное заканчивалось топливо. Уверен, что советские летчики на морально-волевых могли бы продолжить полет. Но без топлива этого не сделаешь. Самолет сделал вынужденную посадку на военном аэродроме близ Ванкувера. Перелет закончился. Побить рекорд французов официально не удалось. Не получилось соответствовать правилам Международной авиационной федерации. Согласно им, Чкалов, Байдуков и Беляков пролетели 8582 километра. А напомню, рекорд французов это 9104 километра. Ну, там, с небольшим. Тем не менее, в США экипаж Чкалова встретились с большими почестями. Одним из первых американцев, кому посчастливилось с ними общаться, был генерал Джордж Маршалл. Вы его, скорее всего, знаете как автора плана Маршалла по восстановлению послевоенной Европы. Летчиков принимал в Вашингтоне президент Франклин Рузвельт. А потом начались многочисленные приемы, встречи на улицах, просьбы дать автограф. Пошли разговоры об улучшении отношений между СССР и США. Особо мечтательные говорили о скором начале регулярных трансарктических перелетов между странами. Игорь Валерьевич Чкалов о легендарном перелете. На самом деле, нам действительно сложно оценить. Мы сейчас все привыкли, что мы сели в самолет там, ну, 10, 12, 14 часов. И мы находимся на другом конце планеты. Соединенные Штаты Америки это, собственно говоря, ровно противоположная страна. И перелет через Северный полюс это, на самом деле, кратчайший путь из нашей страны в Америку. Но оценить очень сложно. Для недавнего времени, между прочим, после перелета через Северный полюс существовал рейс гражданской авиации через Северный полюс. Вот, летало им всего несколько авиакомпаний, всего несколько экипажей, которые имели право летать именно через Северный полюс. Люди, когда совершали этот перелет, они в конце получали, соответственно, бумажку о том, что мы находились на Северном полюсе. Чтобы понять вообще, что происходило и что для себя из себя представляет перелет, сам АНТ-25 это самолет 34 метра размаха крыльев, 18 метров длиной, цельнометаллический, в котором нету, в общем-то, никаких приборов, которые у нас сейчас привычны для авиации. То есть это 5 механических приборов, летели они в целом вообще по солнечному указателю курса, про который вы уже говорили. А что это такое? Это аналог Секстанта. Только Секстант, собственно говоря, он по Луне, солнечный указатель курса по Солнцу. В общем-то, Колумб был по аналогичной технологии. И сам перелет, что он из себя представлял? Ну, во-первых, надо четко понимать, солнечный указатель курса позволяет вычислить местоположение через математические расчеты. И это занимает время. А в авиации, если у тебя там изменилось направление ветра, у тебя там в борт, соответственно, подул ветер, сдвинул самолет на 2 метра, при таком расстоянии разница между точками приземления будет составлять несколько тысяч километров. И одно из первых, собственно говоря, что возникало у летчиков, а как они действительно летели, мне рассказали историю. Я сначала подумал, что это байка. Чтобы лететь, они вбили в капот самолета гвоздь сотку и фактически они летели по тени гвоздя на капоте. Потому что это полярный день, во-первых. Солнце всегда находится в одной точке, соответственно, перемещение самолетов в пространстве изменяло направление тени на капоте самолета. Я сначала подумал, что это байка, легенда, не может быть такого. Как лететь по стакану. Да, да. Приезжая я в город Чикаловск, где находится оригинальный, собственно говоря, самолет, на котором они летели. Я давай лазить по капоту. Первое, что я действительно вижу, капот он весь склепанный. Это цельный лист металла, клепки. То есть, ну, четко совершенно видно, как бы, что есть технологические отверстия, скажем так. Там действительно посередине, перед стеклом находится дырка. Как будто реально кто-то вбил гвоздь. А второе, что очень интересно и что нам очень сложно представить, дело в том, что буквально в начале года есть группа энтузиастов, которая занимается с обучением школьников и пенсионеров на авиасимуляторах, они решили воссоздать условия перелета через Северный полюс в Америку на авиасимулятор. И разделить данный перелет, перелет длился 62 часа, между различными людьми, связанными с авиацией, в том числе мне досталось небольшой кусочек, который находился над Северным полюсом, ну, точнее, над полюсом, но уже ближе к Канаде. Мне никогда в голову не приходил очень интересный факт о том, что на Северном полюсе небо белое, земля белая, у тебя фактически полностью отсутствуют границы горизонта. И учитывать это при условии того, что в самолете находится фактически там шесть приборов стандартных для авиации, плюс гвоздь в капоте и солнечный указатель курса, и три человека на куске железа с одним мотором, с колоссальным количеством топлива и без какого-либо вообще понимания, ну, реально, куда они в текущий момент времени летят. А еще, если учесть факт того, что незадолго до этого, в общем-то, в истории произошла история с пароходом Челюскин, то если челюскинцев еще было кому спасать, то вот экипаж спасать было уже, в общем-то, практически некому. Герои вернулись в Москву. Там их ждали с цветами и наградами. Уже тогда Валерий Павлович рассуждал о том, что же ему делать дальше. Он попросился в Испанию. Там как раз шла гражданская война. На стороне республиканских сил сражались военные специалисты из СССР, на стороне Франка военные из нацистской Германии и фашистской Италии. Чкалов умолял, чтобы его отпустили. Он горел желанием вступить в схватку с новейшими немецкими мессершмиттами, которые обкатывались в небе Испании. Но Валерия Павловича не пустили. Видимо, посчитали, что слишком рискованно. Я уверен, что это не было никаким позерством со стороны Чкалова. Скорее наоборот. Человек, который жить не мог без полетов, без неба, хотел еще раз испытать себя и переживал, что после возвращения на родину ему придется бронзоветь. К слову, мировой рекорд дальности все-таки был установлен советскими летчиками. 12 июля 1937 года самолет Ант-25 с экипажем в лице Михаила Громова, Андрея Юмаршева и Сергея Данилина вылетел из Москвы. За 62 часа ему удалось преодолеть расстояние в 10 148 километров по прямой, добравшись до Сан-Хасинто в Калифорнии. Летчиков также представили президенту США Франклину Рузвельту. После возвращения домой Чкалов мгновенно оказался в ореоле Славы. Ему присвоили звание полковника, а его родной Василева переименовали в Чкаловск. 12 декабря 1937 года он был избран депутатом Совет национальности Верховного Совета СССР первого созыва от Горьковской области и Чувашской АССР. Чкалов всегда интересовался жизнью своего родного поселка Василева. Секретарь Чкаловского райкома партии рассказывал, что его интересовали все мелочи жизни. Каждый раз, когда Чкалов приезжал, он стремился узнать, что происходит на предприятиях и в колхозах. Он сам приходил в райком партии, чтобы выяснить, как выполняются планы хозяйственно-политических компаний. Он посещал магазины, парикмахерские, рынки, колхозы, цеха, больницы, школы, избы-читальни, клубы, библиотеки, радиоузлы, все на свете, чтобы лучше понять, как живут его земляки. Когда торфопредприятию чисто угрожал пожар, огненная стена шириной в 15 километров наступала на поселок. Все торфяники были мобилизованы для борьбы с огнем, но их сил не хватало. Чкалов, находясь в Горьком, узнал об этом и сразу выехал на место пожара, чтобы помочь организовать колхозников на борьбу с огнем. Благодаря, в том числе, его усилиям им удалось справиться с пожаром. Он активно участвовал в благоустройстве поселка, мечтая провожить асфальтовые тротуары и провести водопровод. Когда в Катунках открывали клуб, построенный при участии Чкалова, его пригласили на открытие. Несмотря на холодную дождливую погоду, он предложил идти 8 километров пешком, так как на машине было не проехать. Секретарь достал катер, но штурвальный не решился выйти за опасных условий. Ну, что это такое для Чкалова? Тогда он сам взял на себя ответственность и на обратном пути ночью сам встал за штурвал. Такой человек, наверное, мог бы иное за собой в ковчег позвать, если бы пришлось. Но вернемся к Чкалову летчику. На дворе стоял 1937 год, а значит, не обойтись без истории про посадки. Это коснулось и авиационной сферы. Посадили Туполева и его соратников. Чкалов продолжил работу с авиаконструктором Поликарповым, который пытался создать самолет будущего. И-180. Чиновники гнали авиаконструкторов вперед. Нарком авиационной промышленности Каганович издал директиву, из-за которой на заводе случился настоящий аврал. Самолет требовали выдать в кратчайшие сроки. Что вполне могло объясняться еще и тем объективными обстоятельствами. Помним, что в Испании фактически продолжался конфликт Советского Союза и нацистской Германии. Испытывалась новая техника и немецкие самолеты начали показывать свое преимущество в небе. СССР нужно было готовить ответ. На И-180 возлагались большие надежды. Хотя в разработке естественно находился не только он. Перед первым испытательным полетом И-180 Берия передал Сталину. Распоряжением директора завода Усачева на центральный аэродром вывезен с наличием 48 дефектов отмеченных протоколом отдела технического контроля новый истребитель И-180 конструкции инженера Поликарпова. Сегодня в 12 часов дня при наличии летной погоды самолет-истребитель И-180 должен пойти в первый опытный полет. Машину поведет Герой Советского Союза Камбрик Валерий Павлович Чкалов. По мнению источника имеющиеся дефекты могут грозить катастрофой самолета в воздухе. Это сыграло свою роль и полет перенесли на 15 декабря. О том, что случилось в этот день и каким был последний полет Чкалова мы вряд ли сможем рассказать лучше, чем документы. 15 декабря 1938 года самолет после тщательного осмотра и опробования мотора на земле в течение 25 минут был предоставлен товарищу Чкалову для вылета. Товарищ Чкалов опробовал мотор управления рулями, закрылками и вырулил на старт. Самолет оторвался от земли после разбега примерно в 200-250 метров и набрав высоту 100-120 метров с виражом пошел на первый круг. Далее полет продолжался на высоте 500-600 метров. Закончив первый круг над аэродромом самолет пошел на второй круг растянув последнюю сторону завода номер 22 после чего пошел на посадку. Не доходя до аэродрома 1,5 километра с высоты около 100 метров самолет сделал вираж влево и скрылся за постройками. Самолет обнаружен на территории дровяного склада возле Хорошевского шоссе. Самолет при снижении зацепил и ободрал провода на территории склада и развернувшись врезался в кучу дровяных отходов. При ударе товарища Чкалова выбросило вперед на 10-15 метров вместе с хвостовой частью фюзеляжа управлением и сидением. Передняя часть самолета разбита. Пожара не было. Товарищ Чкалов был тотчас же взят еще живым работниками дровяного склада и доставлен в Боткинскую больницу, где скончался через несколько минут. Комиссии 1938 и 1955 годов единодушно сходились во мнении, что самолет был недоработан. Система охлаждения двигателя не регулировалась и мотор вследствие этого заглох. Он попросту переохладился. Причем Чкалов знал об этом и согласился лететь без системы, которая должна была регулировать охлаждение двигателя, понадеявшись на свой богатый опыт. Ведь все равно полет должен был продолжаться минут пять, не больше. Роковой самолет после этого терпел еще две аварии, после чего работу над ним со скрипом, но прекратили. Гибель Чкалова вызвала арест работников конструкторского бюро Поликарпова, что, по мнению конспирологов, свидетельствует о попытках спрятать концы в воду, но, помилуйте, это ведь начало эпохи большого террора. 1937-1938 годы Чкалова похоронили в Кремлевской стене, а его друзья Громов и Байдуков начали просить о том, чтобы провести кругосветный перелет в честь Чкалова, но Вторая мировая война прекратила эти попытки. Разумеется, в России были и остаются города, названные в честь легенды авиации. Оренбург, например, до 1957 года звался Чкаловым. Конспирологи точат копья и говорят, что Чкалова убили специально, обвиняют в его смерти Сталина, ссываясь на личный конфликт между летчиком и генсеком. Якобы, когда Валерий Павлович ужинал с ним, то они так поругались, что Чкалов ушел, хлопнув дверью. Кто-то полагает, что Чкалову обещали место Берии, и глава НКВД знал, что его в таком случае постигнет судьба его предшественников и не мог допустить такого. А Чкалове снимают фильмы разного качества, к сожалению, разного содержания, пишут книги, часть из которых мы использовали при подготовке к выпуску. Мне вот понравилась книга Байдукова из серии «Жизнь замечательных людей», где образ Чкалова хоть и припудрен советской историографией и дружеским, обожающим взглядом, но тем не менее запечатлен очень рельефно, со всеми сложностями его характера. Мы же хотели рассказать о том, что он был человеком невероятно одаренным и невероятно энергичным, о том, что ему никогда не сиделось на земле и всегда хотелось выйти за пределы уже совершенного. Ему повезло найти свое призвание, а ведь шансы угодить в авиацию на заре 20 века были у очень немногих людей. Если вдуматься, то это вышло просто абсолютно случайно. Но человек угодил в кабину самолета так же четко, как встает на свое место пазл в картинке. Конечно, с одной стороны Чкалову повезло, обстоятельства были на его стороне, но с другой стороны он же смог за них ухватиться и своим трудом проложил дорогу к небу. Шансы предоставляются многим, но не каждый способен ими воспользоваться должным образом. А вот у Валерия Павловича получилось, потому что хотел, потому что был в меру упрямым и потому что был мечтателем. Мы много говорили о том, сколько полезного Чкалов сделал для родной страны. Перелеты, испытания техники, помощь землякам в Горьковской области. Валерий Павлович был всенародным любимцем. Не каким-то абстрактным персонажем из книг или кинофильмов, а обычным человеком, героем из народа, который своим трудом и усердием добился небывалого. И вершиной тому стали дальние перелеты. Повторюсь, что для Советского Союза это было, как отправить человека в космос. И речь идет не только о международной репутации, хотя тоже, безусловно, важно. Речь о том, что молодой советский народ смог добиться чего-то важного. Своими силами, своим умом, испытывая тяжелейшие, особенно по нынешним меркам, лишения. Это значило, что все не напрасно, что сегодня полеты через Арктику, а завтра к звездам. И ведь самое интересное, что так и получилось. О роли личности в истории можно спорить очень долго. Но одно можно сказать точно. Без Чкалова советская авиация и советская культура были бы иными. Возможно, у советских летчиков не было бы той дерзости и отваги, которая не раз спасала их во время Великой Отечественной войны и позже. Примеров тому масса. 1943 год. Тяжелые бои на Курской дуге. К самолету летчика Николая Рожнова прицепилось несколько мессершмиттов. Боекомплект кончился. Что делать в такой ситуации? Рожнов бросает свой штурмовик в крутое пике. У самой земли ему удается выровнять самолет и пролететь под железнодорожным мостом, сбросив с хвоста погоню. Ну, как бы, чем не Чкаловский маневр? Пример Чкалова вдохновлял многие поколения молодых людей. Один из таких мальчиков в детстве прочитал знаменитые слова Валерия Павловича «Если быть, то быть первым». Всю свою жизнь он следовал этому принципу и в какой-то степени даже повторил судьбу своего кумира. Этим мальчиком был Юрий Алексеевич Гагарин. Так что даже после своей трагической смерти Чкалов продолжил служить своей стране. Уже как образ, легенда, на которую стоит равняться. И мне кажется, что сам Валерий Павлович был бы рад такому исходу. Ведь неспроста он назвал одну из своих знаменитых статей «Моя жизнь принадлежит Родине». От Ванкувера до Владивостока вы можете встретить улицы Чкалова. Станция метро «Чкаловская» в Москве названа так, потому что Валерий Павлович жил недалеко от нее. Но вообще это самое распространенное название станции метро в России. Кроме Москвы Чкаловская есть также в Питере, Екатеринбурге и, конечно же, в Нижнем Новгороде. Если вы когда-нибудь будете в Нижнем, то прогуляйтесь по Чкаловской лестнице, сфоткайте вид на стрелку и гляньте на памятник человеку, который, как мне кажется, заслужил такой величественный монумент и такое его расположение.